События, люди и явления, которые определяют наше время. Меня зовут Карина Тумасова. Здравствуйте. О коне все скачут и скачут, а избы горят и горят. В начале лета в областном центре с завидной регулярностью полыхали ветхие дома. Людей с бараков на оживленных улицах города переселили, а вот вопрос с их бывшим жильем решить не удалось. Администрация хотела было сдавать землю вместе с бараками, дабы арендаторы самостоятельно их демонтировали. Но прокуратура запретила такой маневр. Тогда чиновники взяли паузу на законное решение проблемы. Но пока его, это самое решение, и скали, расселенные дома начали гореть. Поговорим об этом через несколько минут, а пока обзор наиболее заметных событий. Очередное дорожно-транспортное происшествие с ребенком. В Оренбурге водитель ВАЗ сбил 8-летнего мальчика. Авария произошла на улице Манежной. Как сообщает полицейский, мальчик переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Ребенок был один, после прогулки возвращался к бабушке. После ДТП мальчика с ушибами и ссадинами отправили в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. Напомним, это далеко не единственное ДТП, в котором пострадал ребенок. Так 18 августа на улице Илекской отечественный автомобиль сбил двоих пешеходов, дедушку с внучкой. От полученных травм девочка скончалась в машине скорой помощи. В Оренбурге прикрыли нарколабораторию. Полицейские задержали четырех человек. О притоне стало известно благодаря звонку в дежурную часть. В телефонном разговоре полицейским сообщили адрес, по которому в Сакмарском районе якобы обитают изготовители опасного зелья. Полицейские оперативно отреагировали на полученную информацию по указанному адресу и вправду обнаружилась настоящая лаборатория по изготовлению амфетамина. Правоохранители изъяли у злоумышленников больше полутора килограммов наркотика и 50 литров жидкости, из которой преступники могли сварить еще два килограмма зелья. Кроме этого полицейские нашли огнестрельное оружие. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Участникам банды грозит пожизненное заключение, сообщает портал Проорин. В женских консультациях теперь будут работать священники. Областной Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве с Оренбургской епархией. Согласно документу в медучреждении будут присутствовать представители духовенства. Священнослужитель сможет консультировать женщин, планирующих сделать аборт. Министр здравоохранения Галина Зольникова отметила, что объединение усилий медиков и духовенства необходимо для решения задач в формировании высоких нравственных ценностей у оренбургцев. Стоит добавить, что священнослужитель будет консультировать женщин только с их согласия. В последний день лета оренбуржцы смогут послушать джаз. В преддверии празднования Дня города пройдет фестиваль в пространстве джаза. На сцену выйдут коллективы из Оренбурга, Орска, Базулука и Переволодского района. Также приглашенные звезды, оркестра эстрадно-духовой музыки города Октабе. Джазовый тромбонист, аранжировщик и педагог Павел Овчинников. Солист московского джаз-оркестра под управлением Игоря Бутмана. Послушать джаз можно будет 31 августа с 6 часов вечера на площади имени Ленина. Шесть бараков сгорело в Оренбурге всего за несколько месяцев. В начале этого лета с завидной регулярностью полыхали расселенные многоквартирные дома. Сегодня наши корреспонденты спросили у оренбургцев, опасно ли жить по соседству с ветхим домом. Ответы мы получили вполне предсказуемые. Бомжи подожгли тут дом, здесь много гоняли их. Это очень опасно. У меня маленький ребенок, я вообще переживаю. Вот это начали сносить здесь. Приехала большая машина, ну и крыша тут еще была построена. Мы выходили с ребенком, она как раз в этот момент разрушила крышу. Белая пелена пыли нас настолько накрыла, что мы аж задыхались. Мы пошли гулять через другую улицу, у меня ребенок кашлял. Конечно, страшно, опасно. Брать их надо все. Я только, я здесь сюда только прихожу за водой. Ну, все равно же ходите здесь. Ну, я хожу, но я пока не боюсь ничего. Я в темноте хожу, и днем хожу. Но я живу, где церковь, по той улице, где находится полиция. Ну, а вообще, вот как вот, потенциальная опасность есть? Для меня пока нету, потому что не заботитесь. Конечно. А почему опасность? Ну, потому что здесь и бомжи, и всякое разное поселяется. Здесь и бомжи собираются. И что здесь столько не творится. И наркоманы, и это ужас. И алкаши, это безобразие. Ну, да, тут, скорее всего, бомжи. Не просто же так все сгорело. Конечно. А что им нужно? Да, ну, вдруг обрушится. Грязь, бомжи, наркоманы, наверное. Ну, рядышком, может быть, оно вот этим, сейчас вот опасно жить, потому что всякие бомжи, и все, вот сейчас, когда они пустуют. Вот так вот. А вообще-то жалко, что крайний дом сносит. Он такой был крепкий дом. Опасения горожан не напрасные. В мае этого года огонь с полыхающего расселенного здания перекинулся на соседнее, жилое. Тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Ольга Григорьева сегодня пообщалась с теми, кто живет по соседству с пустующими бараками, узнала у чиновников, какова дальнейшая судьба аварийных зданий, а также выяснила, какие вопросы к администрации возникли у прокуратуры. 20 мая на улице Цвилинга загорелась расселенная двухэтажка. Здание примыкало к соседнему жилому дому, и пожар быстро охватил обе постройки. Светлана Бадашко вспоминает, как все происходило. Люди в ужасе проснулись ранним утром в воскресенье. Был выходной. Вот соседи разбудили, мы соскочили. Как в чем были, так в чем и выбежали. К счастью, все живы, но ущерб жителей четырех квартир понесли колоссальный. Семья Бадашко осталась без крыши над головой. А только что сделанный в кредит ремонт был полностью испорчен. Сейчас его потихоньку восстанавливают. Взорвался котел. Котел сделали сразу. Дверь в туалете сменили, потому что там прям все. И вот этот коридор весь затек. А коридор, который сейчас уже затекли, он вообще у нас сгорел. Жильцам квартиры в этом доме администрация предложила переехать в маневренный фонд. Никто не согласился. Побоялись, что и оставшиеся вещи растащат мародеры. Но не отказались пострадавшие от другой помощи. За три месяца крышу в доме людям восстановили. На это были потрачены сотни тысяч муниципальных средств. Помогли и материально. Каждому прописанному было выплачено по 12 с половиной тысяч рублей. Конечно, люди продолжают надеяться на больший вклад администрации. Стоит отметить, что шести квартирный дом на Цвилинга признали аварийным еще в 2011 году. Последние жители съехали в 2016. Но только после ЧП его сравняли с землей. Там жили круглый год бомжи. Там у них и свет горел, они там и готовили. У них какая-то чашка на костре жарят хлебушек. Это не единственный бесхозный дом в районе. Какие-то здания уже разобраны, но есть и те, которые тоже представляют потенциальную опасность для местных. Юрий Петров рассказывает, что и его семья могла легко остаться без крыши над головой. Вот этот вон тот горел. Сначала услышали, вроде петарды стреляют, а это уже шифер стрелял. Ну как, я на свою крышу поливать водой на всякий случай, чтобы не заметил. На полигонной Карагандинской самолетной тоже этим летом горели расселенные дома. Вообще подобных объектов, представляющих опасность в Оренбурге около 300. Охранять каждый просто нет возможности. Под контролем только заброшенные памятники, объясняют в администрации. К тому же снести пустые дома не так просто. Для того, чтобы дом снести, необходимо разместить аукцион по 44-му федеральному закону. То есть до этого момента администрация города не имеет законных оснований, чтобы просто вот последний человек съехал и разбирать этот дом, нанять какую-то подрядную организацию. Тем не менее, ЧП не прошло мимо прокуратуры. После череды пожаров начались проверки, и оказалось, что в администрации халатно относятся к аварийным домам. В настоящее время несено в администрацию города представление об устранении выявленных нарушений по факту не обеспечения безопасности расселенных аварийных домов, не ограничению доступа посторонних лиц в указанные объекты, что приводит в настоящее время к частым возгораниям данных расселенных аварийных домов. Но вред, скажем так, третьим лицам был причинен только по одному случаю. Результаты проверки переданы в Следственный комитет. Речь идет о возможном возбуждении уголовного дела. В прокуратуре также сообщили, что в июне у горожан появилась возможность арендовать или купить участки, на которых простаивают аварийные дома. Размещена была конкурсная документация на сайте торги.гов о заключении договоров аренды на земельные участки, на которых размещены аварийные дома, признанные ранее аварийными, подлежащими сносу. Также были договоры на купли-продажу таких же земельных участков с аварийными домами. Согласно имеющейся проектной документации, предусматривался снос данных аварийных домов за счет нового собственника или нового арендатора, что недопустимо согласно требованиям земельного законодательства. В итоге вынесено представление в отношении главы города, и данные лоты с торгов были сняты. К тому же оштрафовали и начальника департамента градостроительства и земельных отношений. По результатам рассмотрения четырех административных дел, Бринёв признан виновным в совершении данных административных правонарушений, и ему назначено наказание за каждое административное правонарушение в виде штрафа в размере 3000 рублей. Пока исход дела в руках Следственного комитета, в мэрии же советуют людям, живущим рядом, так сказать, с мертвыми зданиями, на появление маргиналов сразу реагировать и звонить в полицию или городскую диспетчерскую службу. Силовики всегда должны быть где-то неподалеку, ведь с охранными организациями на такой случай заключены контракты особого реагирования. Ольга Григорьева, Максим Максимлюк. Наше время. А между тем, опустевшие не обязательно, значит, опасные. По крайней мере, в мире огромное количество зданий, которые стоят, покинутые владельцами десятилетиями, и не только не сгорели, но и сохранились так, будто хозяева вышли за порог совсем недавно. Валерия Айдукова окунулась в атмосферу застывшего прошлого и немало позавидовала сохранности этих объектов. Пожалуй, один из самых эффектных заброшенных особняков расположился на юге Франции. Судя по антикварной обстановке, особняк поиожиданно опустел в начале 20 века. На полках гостиной до сих пор стоят книги, по большей части классика мемуары. В кабинете целехонькие глобусы и карты. Но самая удивительная находка – это боевая пушка 19 века. Нужно ли говорить, что мебель, отделка стен, шторы и ковры остались на своих местах, хотя и изрядно запылились? Еще один прелестный французский особняк пустует в регионе Нор-Падекале уже 20 лет. Собственники пытаются продать его за 115 тысяч евро, примерно 8 миллионов рублей. Но желающих пока не нашлось, и дом пустует. При этом он выглядит так, будто жильцы вышли в булочную и вот-вот вернутся. В холле на вешалке до сих пор висят пальто и шляпы, в гостиной стоит пианино с открытым клапом и нотами, в одной из спален так и остались туфли и сумочка, а на кровати разложены фотографии и какие-то документы. Конечно, не для всех помещений 20 лет прошло бесследно. В одной из комнат дыра в потолке, но по нашим меркам это прямо сущие мелочи. Медицинский центр в Белицхальштейтене под Берлином пустует дольше. Построенный еще в 19 веке, огромный комплекс из 60 зданий служил военным госпиталем во время Второй мировой. Говорят, здесь учился сам Гитлер. После судьбы зданий долго время не могли решить. Помещения меняли собственников и окончательно опустили лет 20 назад. Здесь и сейчас можно отыскать больничные кровати середины прошлого века. Кстати, в зданиях даже снимались некоторые эпизоды оскароносного фильма «Пианист и Валькири» с Томом Крузом. Ну и для расширения географии – Испания. Небольшой городок Конфранк. Здесь красуется огромное, разумеется, заброшенное здание вокзала, открытое в 1928 году. Стал жемчужиной на железнодорожном маршруте Пао Конфранк. Длина здания в стиле модерн составляла 240 метров. В нем было 300 окон и 156 дверей. Здесь же был возведенный роскошный отель, который пользовался большой популярностью в 30-х годах. А вот в новой Европе он оказался не нужен. И почти полвека здание пустует. Но до сих пор сюда приезжают зеваки посмотреть на удивительно сохранного и совершенно опустевшего гиганта. Почему в некоторых странах здания стоят десятилетиями нетронутыми, а у нас вспыхивают через несколько месяцев? Дело в ментальности или в корысти? Вопрос открытый, но факт остается фактом. В Европе и Америке многие бывшие жилые дома похожи на музеи. В России это ветхие бараки, которые и в самом деле безопаснее сносить. На сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» всегда есть на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон 37 0083. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова